Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Всё для клёво». Сегодня мы на Днестре, но речь пойдёт сегодня о законах, о законных правах рыбаков. И мы хотим обсудить 233-й закон, который подписал президент Зеленский недавно, вернее, как недавно, уже в ноябре. Но он вступил в силу буквально вот в конце февраля месяца. И хотим разобраться в всех тонкостях и моментах этого закона. Давайте об этом спросим нашего эксперта YouTube-канала «Всё для клёво» Николая, и он нам расскажет все тонкости и моменты. Ну, здравствуйте и приветствую, конечно же, всех прежде всего. Попробуем разобраться в этом законе, гласить закон о свободном доступе, беспрепятственном доступе к воде. То есть все заборы, все какие-то ограждения, все какие-то преграды в соответствии с новым законом должны быть убраны. Должны быть убраны и доступ к воде должен быть свободный. Как я понимаю, согласно этого закона вводятся изменения в административный кодекс, правонарушений, водный кодекс, земельный кодекс и два закона о местном самопроблении. Да, внесены эти поправки, внесены изменения. В законе о местных властях указано то, что они должны это контролировать, они должны за этим следить. Невыполнение этого закона влечет за собой также административную ответственность и для них со штрафами. Штрафы там довольно-таки тоже серьезные и если в течение одного года поступила какая-то жалоба этой местной власти, они должны разобраться. Если в течение года эта жалоба повторяется и они ничего не сделали, то штраф там чуть ли не удваивается или утраивается. То есть для них и для юридического лица, либо для физического лица, в чьей собственности находится там земля, либо этот береговой участок. Если он дан в аренду, да? Да. Так же само существует возможность через суд отменить договор, разорвать договор аренды с этим владельцем этого участка и в связи с невыполнением вот этого именно закона. Значит, вносятся изменения в закон Украины о местных государственных организациях и закон второй о местном самопроблении, да? Да, да, да. Так вот, именно в эти законы вносятся поправки именно касаемо полномочий должностных лиц, которые обязаны предоставить беспрепятственный доступ граждан к водным объектам. То есть если они не выполняют, значит они нарушают. И тогда применяются к ним нормы административного кодекса с точки зрения того, что на них накладываются штрафы за то, что они не выполняют свои функции. Да, в закон, я могу прочитать, в закон о местных государственных администрациях, он дополняется 13-м пунктом, который гласит о том, что осуществлять контроль за обеспечением беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к побережью водных объектов и островов для общего водопользования в соответствии с законом. Давайте разберем ситуацию, когда к водному объекту общего пользования, например, к Днестру, не пускают вас для того, чтобы вы могли половить рыбу. Значит, что необходимо делать? В таком случае на место необходимо вызывать полицейских, составлять, чтобы они составляли постановление. Протокол? Протокол, постановление. Сейчас они вроде постановление составляют. И дальше уже отстаивают свои права. Протокол, по идее, поделит постановление. Оно идет в суд, направляется материал дела в суд. Дальше уже последствия для человека, который владеет этим земельным участком, могут быть самыми плачевными, вплоть до того, что договор аренды с ним просто будет разорван. Во-первых, он заплатит штраф? Штраф, естественно, да, сам по себе штраф будет, это обязательно. И вплоть до того, что может быть разорван договор аренды с данным. Хорошо, давай разберем ситуацию, не приехала полиция. Что делать тогда? Ну, в таком случае, честно говоря, такая ситуация, когда не приехала полиция, априори неправильная. И как бы, ну, давайте, по-моему, разобрать. Да, давайте будем быть реалистами в этой жизни. И наверняка в этом случае, возможно, не приедет полиция. Ну, как я, например, вижу эту ситуацию, тогда нужно собрать как можно больше доказательств вины того лица, который вас не допустил. Ну, например, фото-видеосъемка. Фото-видеофиксация, да. Или какие-то свидетели должны быть. Что-то как можно больше должно быть у вас собрано доказательств вины того человека, который вас не пустил к водному объекту общего пользования. То есть, если учесть, что Днестр это третья река по величине в Украине, то можно приравнять ее, ну, наверное, как минимум к большой, а может быть, и к средней, да. Ну, неважно. То есть, грубо говоря, в пределах 50-100 метров от уреза воды вдоль всей реки. Это прибрежная защитная полоса. Поэтому на ней обеспечивается право граждан к общему водопользованию, да? Да, доступ ограничен быть не может. Не может. Давайте перезберемся, какие изменения внесены в водный кодекс. Вот 47-ю статью, в частности. С статья 47, да. Я прочитаю, запрещается ограничение общего водопользования, в том числе ограничение купания и плавания на лодках, любительского и спортивного рыболовства. Это то, что нас конкретно интересует. Причаливание к берегу в светлое время суток в связи с пребыванием земельных участков либо прибрежных защитных полос пляжной зоны в пользовании юридических или физических лиц. То есть, ну, запрещается. Препятствование всем вот этим видам. Купанию, любительскому рыболовству, ну, всем, чему причаливанию к берегу, тому, чего я перечислил. Поставили. Есть ли на берегу установлены какие-то железные конструкции, то есть, будут делать какой-то настил, будут делать какие-то деревянные полы, то есть, торчат из земли какие-то арматуры, торчат железные какие-то там, я не знаю, уголки, да. Вот это тоже считается препятствием. Это все должно быть демонтировано. Доступ должен быть полностью свободным, то есть, ну, беспрепятственным. Ситуация с забором, ну, она такая, скажем так, скользкая, но даже в том случае, если стоит забор, установлен забор, то есть, в забор должны, ну, есть по-любому какие-то ворота, эти ворота должны всегда быть открыты, должен быть подход к воде без проблем. То есть, если стоит забор, то я должен без проблем попасть в открытые ворота против води. А я считаю, что вот из забора-то и есть препятствие моему праву пройти к водному объекту. Я понял. Есть практика, которая буквально недавно была сделана общественными организациями одесскими, и активистами одесскими, она связана непосредственно с пляжами. Это было буквально сегодня 1 марта у нас. Это было буквально пару дней назад. Они были на 10-й станции, на 11-й станции фонтанов на берегу моря. И все заборы, все ворота, то есть, они связывались, они подходили туда, стучались, им подходил охранник, они связывались с директорами, с хозяевами этих мест и добивались того, чтобы эти ворота должны были открыты быть. То есть, речи о том, чтобы снести полностью забор, такой речи не было. Была речь, что он уберется полностью, только в том случае, если эти ворота самые не будут открыты. То есть, была такая практика. Я не знаю, насколько она правильная, неправильная, это уже такое дело, можно рассуждать и много рассуждать по этому поводу. Но реальность такова, что активисты добивались того, чтобы ворота были просто открыты, чтобы люди могли просто зайти. Ну, давайте будем так. Время покажет, как правильно. Пока мы только в начале, скажем так, пути того, чтобы добиться права граждан к проходу к водным объектам и незапрещение прав на любительскую и спортивную рыбалку. Поэтому будьте активными, обращайте на это все внимание. Нужно больше, чтобы у нас было больше людей, которые действительно знают свои права, которые действительно за что-то борются и которые хотят жить в нормальной цивилизованной стране. Также еще момент по поводу неприезда полиции, фиксации и так далее. Фиксация, огласка, это в интернете, это, естественно, все хорошо, но нужно не забывать о том, что фиксация в интернете, она особо с места не сдвинет. Нужно все равно идти в райотдел и, наверное, писать заявление, добиваться, чтобы его вносили в ПРДР до судебных расследований. И там уже налагать штраф и так далее. Можете писать заявление в местные органы власти. То есть, например, если вы в районе Беляевки, значит, на мэра Беляевки, если вы в районе Маяк, значит, на голову селищной рады Маяк, то есть не бояться, заходите писать заявление, пусть реагирует. Потому что ваше реагирование и есть основания к тому, чтобы он принял меры. Если он принимает меры, значит, все нормально. А если нет, значит, на него налагается штраф. Поэтому я хотел бы обратиться и к местным органам власти. Значит, уважаемые, пожалуйста, реагируйте на заявления граждан и дайте возможность им применить их права в полной мере, как пишет этот закон номер 233. Кстати говоря, по поводу платной рыбалки. Я хотел бы к вам обратиться с точки зрения того, что есть такая практика, у нас же в Украине платежная система, что наличный, что безналичный расчет идет одинаково. Правильно? То есть, если вас на рыбалке потребовали за услугу рыбалки или за услугу чего-либо деньги, дайте ему карточку, пускай рассчитается через терминал. И тас на фискальный чек. Да, и тас на фискальный чек. В таком случае можно проконтролировать, куда идут деньги. Не в карманы где-то там затерялись через двое-трое рук, а на конкретный счет. Облагаются налогом. Облагаются налогом, что это все законно. В конце концов, можно даже этот чек потом обжаловать в суде. Понимаете? Давайте будем вместе строить правового государства и в нем жить. Друзья, вы были на YouTube-канале «Все для клева». Надеюсь, это видео было вам полезным. Пишите в комментариях, какая перспектива у этого закона, как вы видите это. И если у вас какая-то практика, когда вас не пускают конкретно на какой-то объект, и какие были ваши действия. Просто интересно знать вашу точку зрения по этому поводу. Да, мы прощаемся с вами. До скорой встречи на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока. Пока. Пока.